Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я хотела бы записать новогоднее видео на тему, как сделать шарик своими руками. Я вчера сняла форму с пластикового шарика и залила ее силиконом в коробочке. Вот что у меня получилось. Это половинка шарика. Я буду делать именно половинку, потому что целый шарик, наверное, будет слишком тяжело, если его склеить, например. Ну, пока вот ограничусь только половинкой. Вот такая получилась форма, довольно гибкая, глянцевая. Ставлю ее на стаканчик. Я бы хотела туда напихать вообще кучу всего, всякие пигменты сухие, блестки, бульонки, всякие золотые цветочки. В общем, посмотреть, что получится. А, еще фольгу. Я обычно не запихиваю все сразу в одну работу, но мне вот очень интересно, что получится именно из этого. Использовать мы для этого будем эпоксидную смолу Artline Crystal Honey, поскольку она более вязкая, чем Artline Crystal Epoxy. И я надеюсь, что тонуть прям конкретно в ней наши дизайны не будут. Также я буду использовать пластиковую ложечку, мерные стаканчики и свою новую палитру силиконовую. Я ее сделала буквально вчера. Для тех, кто следит за моим ВК и Инстаграмом, это не будет новостью. А те, кто не следят, можете начать. Поэтому, с чего мы начинаем? Мы начинаем с того, что необходимо замешать смолу по инструкции. Итак, свою смолу я замешала. Но сначала я налью палитру эпоксидку для того, чтобы размешать с пигментом. Пигментов у нас пять штук. И добавляем каждый пигмент. Теперь все тщательно перемешиваем. Меня в Инстаграме уже спросили, зачем мне маленькая палитра, если есть большая, прямоугольная. На самом деле, не всегда нужно много цветов. Я решила сделать маленькую, именно на несколько цветов, чтобы потом не мыть всю палитру с 12 цветами, а только с 6. Теперь нарезаем фольгу для ногтей. Заливаем нашу смолу и туда опускаем все, что у нас тут есть. Я буду наливать частями. Убираю горелкой пузырьки. Для начала опускаем туда нашу фольгу. Добавим немножко и замешиваем внутрь. Теперь блестки. Совершенно не знаю, что из этого получится. Я ни разу так не работала на обум, но очень интересно. И снова замешиваем. Теперь кидаем туда наши золотушки. Они наверняка все осядут на дно, но мне так даже больше понравится. Я вот не уверена, потому что так будет видно. И наливаем поочередно каждый пигмент. Теперь немножко перемешаем. И засыпем золотые бульонки или микробисер. Получается очень даже по-новогоднему. Снова можем засунуть нашу фольгу. Наливаем еще немножко смолы. И снова капаем пигменты. Теперь в таком виде мы оставляем смолу до полного высыхания. То есть на сутки. И смотрим, что у нас получилось. Наша эпоксидочка застыла. Давайте посмотрим, что там получилось. Вот эту сторону я буду еще заливать. Уже когда вытащу из формы, из силиконовой, нашу игрушку. А теперь давайте посмотрим, что же у нас вышло. После всех нехитрых манипуляций. Вытаскивается из формы очень легко. Получилось все так, как я и предполагала. Что все золотушки, всякие блестки и так далее осядут на дне. Фольгу видно совсем чуть-чуть. Вот она здесь. Она утонула. Но мне очень нравится результат. Останется только приделать колечко и повесить на новогоднюю елку. Поскольку у меня осталось достаточное количество смолы, я также залила в свою новую силиконовую форму остатки смолы с пигментом. И вот что у меня получилось. Я их уже выложила в инстаграм. Народу очень понравилось. Очень красиво оригинальные эффекты смотрятся. Они все получились разные и очень красивые. И также залила в другую форму. Точнее в свою палитру, которую я использовала в видео. Также остатки. Но результат мне не очень понравился. Я их чуть-чуть пошкурила. Не очень понравился, потому что здесь все перекрыл серый пигмент. А фиолетовый не знаю, чем меня не привлек. Но что-то мне не понравилось. Не знаю что. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. И рекомендуйте видео к просмотру вашим друзьям. А я хочу поздравить всех с Новым годом. Пожелать больших творческих успехов в Новом году. И всего самого замечательного. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok